Солист Иванушек Игорь Сорин перед гибелью записал на видеокамеру послание. Жизнь остановится, время пойдет. Поможет ли оно пролить свет на причину его гибели? Я не люблю это вспоминать, а мне это больно. Люблю. Стой на небе. Все, Парик Витрина Таринова. Это последняя любительская съемка певца Игоря Сорина. Незадолго до смерти он поссорился с любимой девушкой, Александрой Черниковой. Александр. На этих кадрах видно, Игорь несколько раз пытается усадить Сашу в машину. С третьей попытки это удается, но скандал на этом не заканчивается. Автомобиль разворачивается прямо посреди дороги. Влюбленные не знают, куда им дальше ехать и зачем. Плохо себя так довела и не хочу даже думать об этом. Эти последние кадры сняты на камеру, которую Игорь Сорин подарил Саше за несколько дней, до своей гибели. Сегодня у Саши день рождения. Фидель, сегодня у моего день рождения. Что бы ты хотел сказать моему, Фидель? Пока Александра не проснулась, влюбленный Игорь успел снять для нее маленький фильм. Санечка, вставай. Зайки, ну тебя поздравляю с днем рождения. Саша вспоминает. Игорь все время был таким заботливым и нежным. Ну, он меня, наверное, скорее любил, наверное, как родитель. Обо мне заботился, оберегал, предупреждал. Но почему себя Игорь не уберег? Что заставило его сделать шаг в бездну? И какую тайну хранят его последние кадры? Нового последнего кадра? Как ударилась рыба об лед, мутная вода загрустила, о чем-то мечтая. Жизнь остановится, время пойдет. Это последние кадры Игоря Сорина. В кругу друзей певец говорит странные вещи. Это была судьба. Мы хотим выпить столбик за судьбу. Что стечение обстоятельств, они как бы непредсказуемы. Через несколько дней из-за нелепого стечения обстоятельств Игорь и Александра расстанутся. Кто прав, кто виноват. Мои ошибки, это мои ошибки. Я не люблю это вспоминать, и мне это больно. А потом певец прыгнет с балкона своей студии прямо во время записи сольного альбома. Хирург нам сказал, что он умрет либо до операции, либо во время, либо сразу же после. Александра говорит, что предчувствовала беду. Ну, это была просто ловина каких-то знаков, каких-то обстоятельств, залетающие птицы, собак. Но как в действительности было тяжело Игорю в те дни, она поняла уже слишком поздно. Он находился в таком раздрае душевном, что никакой цельности у него не было внутри. Продолжение следует...